книга открытым оком 26 том вопрос 3821 тема покаяния вы сделали разбор трудов более 200 поэтов а это как говорите более 20 тысяч стихов и поэм можно ли сказать что они поняли что такое жизнь и свое раз и свое разумение донесли ли до народа и народ воспринял ли это отвечает игнатий тихонович лапкин я занимался с избранными трудами поэтов а не с полным их собранием которого нигде не смог достать может быть там есть у них и еще что то что как-то изменило бы мое мнение о них но из прочитанного совершенно точно видно что ни у одного из них не было духовного рождения от слова божия все-то они стонут скорбят о прошедшем хотят продраться к лучшему но радости спасенной во христе души нет меняя каждый миг свой образ прихотливый капризна как дитя и призрачна как дым кипит повсюду жизнь в тревоге суетливой великое смешав с ничтожным и смешным какой несносный гул и как пестра картина здесь поцелуй любви а там удар ножом здесь нагло прозвенел бубенчик орликина а там идет пророк согбенный под крестом где солнце там и тень где слезы и молитвы там и голодный стол мятежной нищеты вчера здесь был разгар кровопролитной битвы а завтра расцветут душистые цветы вот чудный перл в грязи растоптанный толпою а вот душистый плод подточенный червем сейчас ты был герой гордящийся собою теперь ты бледный трус подавленный стыдом вот жизнь вот этот сфинкс закон ее мгновенье и нет среди людей такого мудреца кто мог сказать толпе куда ее движение кто мог бы уловить черты ее лица то вся она печаль то вся она приманка то все в ней блеск и свет то все позор и тьма жизнь это серафим и пьяная вакханка жизнь это океан и тесная тюрьма 1886 год над сон филиппийцам 1 21 ибо для меня жизнь христос и смерть приобретение колоссянам 3 4 когда же явится христос жизнь ваша тогда и вы явитесь с ним во славе о суете много говорили поэты но что они подразумевали по этим под этим словом если бы знали то выход был бы в тот же день мне в душу полную ничтожной суеты как бурный вихр страсть ворвалась нежданно с налета смяла в ней нарядные цветы и разметала сад тщеславием убранный условий мелких ссор крутящимся столбом из мысли унесла живительная сила и током теплых слез как благостным даже благостным дождем опустошенную мне душу оросила и над обломками безмолвен я стою и трепетом еще неведомым объятый воскреснувшего дня пью свежую струю и грома дальнего внимаю перекаты 1852 алексей толстой екклесиаст 1 14 видел я все дела какие делаются под солнцем и вот все суета и томление духа там же 2 26 ибо человеку который добр пред лицом его он дает мудрости знания и радость а грешнику дает заботу собирать и копить чтобы после отдать доброму пред лицом божиим и это суета и томление духа блажен кто имел библию и в этой книге черпал силу нелегкие жребий неотрадный был вынут для тебя судьбой и рано с жизнью беспощадной вступила ты в неравный бой и билась с мужеством немногих и в этом роковом бою из испытаний самых строгих самых строгих всю душу вынесла свою нет жизнь тебя не победила и ты в отчаянной борьбе ни разу друг не изменила ни правде сердца не себе но скудны все земные силы рассверепеет жизни зло и нам как краю как на краю могилы вдруг станет страшно тяжело и вот в эти вот в эти то часы с любовью о книге сей ты вспомини и всей душой как к изголовью к ней припади и отдохни 1861 год федор тютчев иоанна 15 3 вы уже очищены через слово которое я проповедал вам 1 тимофея 4 16 вникай в себя и в учение занимайся сим постоянно ибо так поступая и себя спасешь и слушающих тебя так жизни есть мгновение их трудно передать они сама забвение земного благодать шумят верхи древесные высоко надо мной и птицы лишь небесные беседуют со мной все пошлое и ложное ушло так далеко все мило невозможно так близко и легко и любо мне и сладко мне и мир моей груди дремотою обвеян я о время погоди 1855 год федор тютчев псалом 61 2 только в боге успокаивается душа моя от него спасение мое псалом 15 6 межи мои прошли по прекрасным местам и наследие мое приятно для меня у нас храмах так много того что отвлекает душу от молитвы но об этом сказать нельзя посчитают ересью а когда это лишнее не относящиеся ко спасению тащили в храм вводили в богослужение тогда это не посчитали за лишнее я лютеран люблю богослужение обряд их строгий важный и простой всех голых стен сей храмины пустой понятно мне высокое учение невидитель собравшийся в дорогу в последний раз вам вера предстоит еще она не перешла дорогу но дом ее уж пуст и гол стоит еще она не перешла дорогу еще за ней не затворилась дверь но час настал пробил молитесь богу последний раз вы молитесь теперь 1834 год тючев осия 6 10 в доме израиля я вижу ужасное там блудодеяние у ефрема осквернился израиль иоанна 2 15 и сделав бич из веревок выгнал из храма всех также и овец и валов и деньги у миновщиков рассыпал а столы их опрокинул марка 11 16 и не позволял чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь убитый медью вечерний и сломаны ведь венчики слов и тело требует терний и вера безумных цветов упасть на древние плиты и к страстному богу воззвать и знать что молитвой слиты все чувства в дны в одну благодать растет прилив словословий и вновь в ожидании конца вином божественной крови его тяжелеют сердца и храм как корабль огромный несется в пучине веков и парус духа бездомный все ветры изведать готов 1910 год 8 мандельштам 3 царств 8 11 и 29 и не могли священники стоять на служении по причине облака ибо слава господня наполнила храм господень да будут очи твои отверсты на храм сей день и ночь на сие место о котором ты сказал имя мое будет там услышь молитву которую будет молиться раб твой